Странное начало видео, но посмотрите на эту женщину. Серьёзно? Сосредоточьтесь на красной точке на носу на 10 секунд и даже не моргайте. Отлично. А когда отсчёт закончится, я быстро переключусь на пустой белый экран. Но вы всё это время держите глаза открытыми. Вы готовы? Ииии? Вы видите то же, что и я. Да, женщина видна очень чётко и в нормальных цветах. Я заставил вас увидеть то, что вы на самом деле не видели. Здорово, да? Но как? Что ж, давайте вместе взглянем на удивительные оптические иллюзии и попробуем понять, как они работают. Парайдалия. Вы видите лица в случайных предметах? Например, в этом кофе, пне, старой стене. Некоторые люди утверждают, что видят лицо на Луне. Их видят повсюду, так что давайте посмотрим, заметите ли вы что-нибудь здесь. Заметили? Да, тут лицо прямо под глазом собаки. Наша склонность находить лица в абстрактных местах – это парайдалия. Очень часто мы видим их там, где их вообще нет, потому что люди настроены на поиск лиц. Это часть социальной психологии. Такие оптические иллюзии создавали еще в 1880 году, так что этот феномен известен давно. Вот еще один вариант с медведем. Заметите в нем лицо. Увидели? Вот тут. Легко, да? Но разминка закончилась. Проверим вашу парайдалию. Сколько лиц вы видите в дереве? У вас 10 секунд. Время вышло. Сколько вы увидели? 6? 7? Напишите в комментариях. И раз уж вы там, можете лайкнуть видео и подписаться на канал. Итак, сколько же лиц спряталось в дереве? На самом деле 10. На 4 больше, чем нашел я. Пора перевернуть эту концепцию с ног на голову. Буквально. Коррекционное парайдалие. Посмотрите на это перевернутое лицо. Хотя на первый взгляд оно выглядит обычным, присмотритесь. Видите это? Давайте вернем его в правильное положение. Как оно выглядело нормальным? Изображение отредактировали очень просто. Перевернули глаза и рот и все. Покажу еще один пример. Счастливая Тейлор, ужасная Тейлор. В чем тут дело? Оказывается, наш мозг так запрограммирован распознавать лица, что, когда мы видим, так сказать, неправильное лицо, мозг исправляет его, чтобы улучшить восприятие. Так как глаза и рот очень выразительные, увидев только их, мы можем представить остальное. Вероятно, это происходит потому, что распознавание лиц было чрезвычайно важно для выживания. И наш мозг готов напрячься, чтобы это сделать. Это явление назвали эффектом Тэтчер, так как для раннего примера иллюзии использовали премьер-министра Британии Магера Тэтчер. А это точно перевернуто. Она так сильно хмурилась, что уже не поймешь. Кстати, есть еще один способ обмануть наш мозг, используя глаза и рты на лицах. Надо просто их удвоить. Посмотрите на человека с четырьмя глазами и двумя ртами. Заметили, как ваш взгляд скользит? Это потому, что мозг пытается найти опору. Вы знаете, что у человека только один рот и два глаза. И поэтому пытаетесь найти правильную версию лица. Можете сказать, какие глаза и рот здесь являются оригинальными? Это труднее, чем кажется. А здесь? Невозможно, да? Страшные лица Как мы поняли, лица могут сильно напрячь мозг. Но эта иллюзия выделяется. Смотрите на крестик в центре экрана и не отводите взгляд. Посмотрим, заметите ли вы, что происходит что-то странное. Пугает, правда? Дело в том, что ваш мозг замечает черты лица на изображениях и справа, и слева. Но так как они в поле периферического зрения, информация не полная. Чтобы восполнить ее, мозг сводит лица воедино. Поэтому они кажутся искаженными, как на карикатурах, если не смотреть прямо на них. Устроим соревнование. Не отрывая взгляда от креста, сможете ли вы определить, кто изображен на фото справа и слева? Я думал, там сит из ледникового периода, но это Том Круз и Уилл Феррелл. Попробуем еще. Одна из них ведьма? Нет, это Анжелина Джоли и Николь Кидман. Так, последний. Папа? Нет, Николас Кейдж и Джордж Клуни. Пф, вы кого-нибудь угадали? Напишите в комментариях. Что-то мне не по себе, так что давайте сменим перспективу. Комната Эймса. У кого тут небольшой рост, поднимите руки. Я вас вижу и уважаю, мои собратья. Но вы вряд ли настолько низки. Какой он крошечный? Или нет? Что происходит? Перед вами не какой-то потусторонний промежуточный мир, а просто комната Эймса. Эта комната специально сделана удлиненной и выкрашена в непропорциональные узоры, чтобы скрыть глубину. С определенного ракурса кажется, что это обычное помещение. Как видно на нашей реконструкции, это сложное строение. Но если смотреть с нужной точки, то эффект под названием сжатие перспективы заставляет мозг думать, что далекий предмет или человек просто меньше. Комнаты Эймса могут создавать поразительные эффекты, когда кажется, будто люди впереди стоят там же, где люди сзади, и они как будто разного размера. В некоторых комнатах добавляют мебель и украшения, у которых тоже искажены пропорции. Но на фотографиях все выглядит одинакового размера, что усиливает иллюзию, поэтому ее труднее заметить. А вам удалось разгадать эту иллюзию? Спорим, со следующей будет труднее. Аноморфия Сжатие перспективы не единственный способ исказить мир, как хорошо знает художница Регина Сильвера. В 2010 году она создала выставку «Бездна», и она полностью оправдывает свое название. Эти люди что, парят над обрывом рядом с небоскребом? Не совсем. На плоском полу галереи нарисовали окна под определенным углом, но если смотреть под наклоном, например, с вершины этой лестницы, вытянутые окна будут выглядеть как обычные на стене, из-за чего и кажется, что эти люди парят в воздухе. Это называется эффект аноморфия, и он поражает. Но когда его применяют в большем масштабе, аноморфное искусство еще интереснее, как доказал французский художник Джейар. В 2021 году он нанес лаферита, или рану, на этот палаццо во Флоренции. Если смотреть прямо, выглядит немного странно, но если встать на нужную точку, то получится, что смотришь внутрь здания через зияющую дыру. Впрочем, это не самая большая работа Джейар. Это звание получило его поглощение Лувра. В 2019 году он и команда из 400 волонтеров раскрасили двор знаменитого музея вот так. Хм, честно говоря, это не особо впечатляет. Но если посмотреть вот с этого места... Ого! Он превратил знаменитую стеклянную пирамиду в еще большую пирамиду, погребенную под землей. Посетителям разрешили подойти к ней поближе, но при каждом шаге бумага постепенно разрывалась, пока в гигантской иллюзии не появились большие дыры. Но зато так можно было разглядеть ее получше. Негативное изображение Давайте вернемся к тому снимку женщины из начала видео. Как получилось, что мы видим ее в правильных цветах, когда ее не было на экране? Хотите попробовать еще раз? Попробуем с другим фото. Да, оно совсем другое, но вы знаете, что делать. Смотрите на точки, не моргайте и не закрывайте глаза. А сейчас будет белый экран. Вот это волшебство. Или, хотя не совсем. Все дело в клетках глаз под названием ганглиозные рецепторы. Они опознают пары цветов на изображениях. Черный, белый, красный, зеленый, синий, желтый. Эти каналы не пересекаются, поэтому мы не видим красно-зеленый или синий-желтый. И когда вы смотрите на негативный снимок, то перегружаете половину этих пар цветовых рецепторов. Затем, при взгляде на белый экран, эти уставшие рецепторы ослабевают, но противоположные работают, хоть и не так сильно, как первые. Но все же лучше, чем после усталости. Из-за нехватки зеленого, черного и синего мозг думает, что видит красный, белый и желтый, превращая негативное изображение в позитивное. Впечатляет. Растущие машины Итак, даю вам 5 секунд. Посмотрите на эту фотографию и скажите мне, какая машина больше. Ну что, вы выбрали эту? Нет. А кто назвал вот эту? Тоже неправильно. Остается это, так? Но нет. Ни одна из них не больше, потому что они одинакового размера. Может, это фото не сработало, так что сменим ракурс. Посмотрите на машину. Они же не могут быть одного размера, так? Но это так. Как такое вообще возможно? Здесь снова виновата наше чувство перспективы. Мы знаем, что чем ближе объекты, тем больше они кажутся. И когда мы видим такое фото, мозг понимает, что машины должны уменьшаться по мере удаления от нас. И если на изображении есть что-то, из-за чего кажется, что объекты удаляются, в данном случае это дорога, то наш мозг думает, что если машина не уменьшается, то она становится больше. Очень лениво, мозг. Очень лениво. Иллюзия Понца Думаете, перспективу меняют только машины, дороги и комнаты? Приготовьтесь. Потому что один из самых эффективных способов обмануть мозг – это нарисовать пару линий. Как думаете, какая линия больше? Как вы наверняка поняли, все не так, как кажется. На самом деле они одинакового размера. И вот версия в виде рельсов. Присмотритесь к ним. По-вашему, желтые линии разной длины? Верхняя длиннее, правда? Чтобы не подсказывали вам глаза, желтые линии тоже одинаковой длины. Это происходит потому, что две наклонные линии по бокам создают ощущение глубины, которое мы проецируем на горизонтальное, хотя ее на самом деле нет. Еще проще иллюзия Мюллера Лайера. Взгляните и скажите, какая линия длиннее? Верхняя или нижняя? Верхняя, очевидно, кажется длиннее, но они снова одинакового размера. Видите? Здесь тоже виноваты наклонные линии. Верхняя выглядит длиннее из-за линий, которые выходят из нее, а нижняя кажется короче, потому что ее как будто сужают. Давайте вернемся в реальный мир, я устал от этих линий. Странные кубы Наши ощущения глубины легко обмануть двухмерными изображениями. 3D-иллюзию заметить легче, да? Что ж, проверим. Если поймете, в чем тут дело, напишите в комментариях. Этот куб совсем не куб. Здоровский трюк, учитывая, что для него нужно три листа бумаги и правильный ракурс. Попробуем еще раз. Посмотрите видео и скажите, когда вы заметили что-то необычное, если вообще заметили. Я был уверен, что это куб до самого конца. Наверное, свет накладывается на тени, и это затрудняет определение реальной формы предмета. Контуры по краям этих поддельных кубов тоже создают иллюзию глубины. Но так будет только если смотреть под идеальным углом. Прямо как когда я примеряю новые брюки. Оттенки серого Это изображение похоже на обычную шахматную доску. Вроде. Цилиндр это, видимо, мега-ферзь, я не очень разбираюсь в шахматах. Ладно, посмотрите на квадраты А и Б. Какой из них темнее? Вы сказали А? Поздравляю, вы ошиблись. Но именно А выбирает большинство. Как видите, если поставить квадраты рядом, окажется, что они одинакового оттенка. Эта иллюзия работает примерно так же, как предыдущая. Мы знаем, что когда на объект падает тень, он становится темнее. Вот похожий пример под названием иллюзия Корнсвит. Взгляните на два градиента. Какая сторона изображения темнее? Правая или левая? На самом деле дальние концы одного оттенка. Мы видим темный оттенок слева, что влияет на наше восприятие последовательности градиента. Хм, это всё звучит как-то знакомо, правда? Скорее всего, вы уже поняли, что многие оптические иллюзии основаны на том, что мозг склонен заполнять пробелы гораздо чаще, чем мы думаем. Аналогично тому, как он предполагает, что тень темнее, он думает, что дальний автомобиль должен быть меньше. Вероятно, мозг делает это, потому что быстрая реакция была очень важна в ходе эволюции. Ведь когда идёшь по джунглям, и тебе кажется, что ты заметил тигра, лучше остановиться и как следует подумать или скорее убежать оттуда. Даже если это просто полосатый камень. И так во многих вещах. Например, посмотрите на эту фотографию. Наверняка, когда вы её только увидели, то удивились. Из-за перспективы кажется, что голова принадлежит девушке с оголёнными плечами, но на самом деле это голова девушки в белой футболке. Однако наш мозг предпочитает делать быстрое предположение, даже если оно ошибочно. Этот ленивый мозг могут обмануть самые глупые вещи. Принудительное вращение В общем, людей могут запутать неподвижные изображения. Но движение ещё интереснее. Например, перед вами круг, который движется вверх-вниз внутри другого круга. Ничего особенного, да? Через несколько секунд я сделаю движение плавным. Посмотрим, что будет, если добавить ещё один круг, движущийся горизонтально. Ещё один. И ещё. Когда появляются восемь кругов, происходит невероятное. Мы видим не отдельные кружочки, а один большой круг, который вращается. Если вас это не впечатлило, то взгляните на эти диски. Но предупреждаю. Если вы чувствительны к вспышкам, промотайте на две минуты. Потому что дальше будут мигающие изображения. В каком направлении они движутся? Влево? Или же вправо? На самом деле они не движутся. Видите? Здорово. Но почему мы видим движение? Наш мозг склонен связывать множество элементов визуальной информации, включая движение. И когда мы видим маленькие подвижные объекты, мозг пытается найти способ как-то их соединить. Так группа кружочков, которые движутся взад-вперёд, может превратиться в круг. И поэтому же нарисованные фигурки на экране выглядят как анимированный персонаж, а не набор движущихся линий. Простите, я знаю, что это, наверное, самое скучное описание анимации. Давайте продолжим. Движение кубов К слову об анимации. Взгляните на эти движущиеся кубы и скажите, какой из них двигается быстрее, когда они меняют направление и вращаются. Вы сказали, что не один из них? Правильно. В это трудно поверить, но ни один куб не движется. На самом деле, стробоскопические цвета на фигурках напоминают движение, хотя сами кубы абсолютно неподвижны. Когда мозг пытается интерпретировать их движение, стрелки дают подсознательную подсказку, и он ею пользуется. Посмотрите на ещё более простую версию трюка. Сколько раз эти кубы вращаются за 5 секунд? Правильно, нисколько. Это неподвижные изображения, но из-за стробоскопического освещения кажется, что они вращаются. Если посмотреть на всего один край куба, это легче заметить. Конечно, волшебство заключается не в фигуре, а в иллюзии движения. Посмотрите на два цветных круга. Мне кажется, с ними этот трюк работает даже лучше. И хорошо. А то я уже устал от всех этих обманчивых кубов. Танцовщица Сейчас мне понадобится доброволец. Подходите, подходите. А, вы. Во втором ряду. Силуэт женщины, состоящий из 34 кадров анимации. Вы будете идеальны. Так, доброволец нашёлся. А теперь сделайте вот что. Сосредоточьтесь на танцовщице на экране и не отводите взгляд. Смотрите внимательно и скажите, в какую сторону она вращается. Влево? Взгляните на её руку. А теперь на ногу. Она крутится вправо или влево? Сосредоточьтесь на одной области, и вы можете заставить анимацию развернуться. Клянусь, это просто бесконечная анимация, я вас не обманываю. То, что вы увидели, это самый популярный пример так называемой иллюзии силуэта. Всё дело в отсутствии чёткой визуальной информации. Танцовщица явно двигается. Однако из-за того, что это просто силуэт, ей совершенно не хватает глубины. Поэтому нам трудно определить, стоит ли она на правой ноге и крутится влево, или же на левой и вращается вправо. Ещё один такой пример – такая форма. Как вам кажется, в какую сторону она движется? А вы уверены? Посмотрите на один угол изображения, потом на другой. Мне очень легко изменить движение, но если вы увидели, что она крутится только в одном направлении, то я вам помогу. Слегка пугает, да? Простые линии дают мозгу всю необходимую информацию, чтобы решить, в какую сторону поворачивается танцовщица. Поаплодируем нашей доброволице. Всем её 34 кадрам. Последствия движения Вы готовы к старой оптической иллюзии? Точнее, к древней. Потому что об этой иллюзии писал ещё Аристотель в 350 году до нашей эры. Видите эту фотографию водопада? Ваш мозг заставит его двигаться. Смотрите на синюю точку на экране и старайтесь не отводить взгляд 20 секунд. Я даже включу успокаивающие звуки водопада. Эта река что, течёт назад? Вообще-то она вообще не движется. Это иллюзия последействия, известная как иллюзия водопада в конце 19 века. Потому что если долго смотреть на водопад, может показаться, что камни в нём движутся вверх. Но это работает не только с анимацией с вертикальным движением, но и со спиральным или колеблющимся рисунком. Если вы мне не верите, смотрите на следующую анимацию 20 секунд, а потом переведите взгляд на клавиатуру. Теперь смотрите. Моя клавиатура превратилась в алфавитный суп. Как так? Всё дело в зрительной коре нашего мозга и её интерпретации движущихся объектов. Чем дольше мы смотрим на движение, тем более замедленным становится время реакции клеток зрительной коры. Таким образом, когда мы отводим взгляд от источника движения, мозг, по сути, продолжает смотреть на него и накладывает его поверх того, что мы видим. Часто это приводит к созданию движения, противоположного тому, на которое мы смотрели. Поэтому та река как будто текла вспять. Может, если я посмотрю таймлапс чьего-то облысения и посмотрюсь в зеркало, я вспомню, каково иметь волосы? Слепота от движения Как там ваши глаза? К сожалению, они ещё не могут отдохнуть. Сосредоточьтесь на точке в центре и не отводите взгляд. Через пару секунд вы, возможно, начнёте что-то замечать. Или, точнее, прекратите что-то замечать. Если вы ещё смотрите на точку в центре, то наверняка испытываете так называемую слепоту, вызванную движением. Вот более действенный вариант. Помните, смотрите на точку. Можете ли вы сказать, что за предметы лежат на круге? Лично я нет. Слепота, вызванная движением, это явление, при котором информация в периферийном зрении будто исчезает, когда движение попадает в центр поля зрения. Есть множество теорий о том, почему это происходит, и самое логичное заключается в том, что мозг устраняет лишнюю информацию. То есть, если что-то несётся прямо на вас или вы мчитесь навстречу чему-то, это, вероятно, важнее, чем то, что вы видите по бокам. Вероятно. О, смотрите, кексик. Разная скорость. Взгляните на эту анимацию. Гипнотизирует, да? Она бесконечна. Как думаете, насколько быстро движется камера? Медленно? Или очень быстро? Попробуйте вот что. Закройте руками левую и правую стороны и сфокусируйтесь на центре. Хм, странно. Я думал, что всё двигалось намного быстрее. Теперь наоборот. Закройте середину изображения и посмотрите на края. Мы несёмся. Хотя эффект здесь впечатляющий, всё очень логично. Средняя часть изображения не сильно меняется по мере продвижения вперёд. Скорее, горизонт постоянно и медленно появляется в поле зрения. А вот по бокам детали становятся более чёткими и исчезают в мгновение ока. Это можно проверить в реальности. Сядьте в болид Формулы-1, гоните на максимальной скорости и не смотрите на дорогу. Нет, не надо так делать, ладно? Параллакс. Мы рассмотрели много впечатляющих иллюзий и подвергли сомнению восприятия мира, но мы всё же можем согласиться, что коммерческие самолёты не парят. Они летят вперёд, да, но не зависают в воздухе. Все знают... Что за... Так, не паникуйте, это не доказательство того, что мы живём в глючащей игре. Это явление называется эффект параллакс. Он возникает, когда движущийся объект видит человек, чья точка зрения тоже меняется. Параллакс особенно заметен, когда наблюдатель движется быстрее наблюдаемого объекта. Здесь человек тоже сидел в самолёте, что создало иллюзию того, что другой самолёт парит на месте. Такой эффект легко заметить с самолётами, потому что они сами заметны. Однако он может происходить и при стандартной съёмке, как на этом видео с Эйфелевой башней. Заметили, как передний и задний план как будто движутся в разных направлениях. Это потому, что их расположение меняется по отношению к камере. Если увидите самолёт, застывший в воздухе, помните, что это всего лишь оптическая иллюзия. Ну, или пора перезапустить матрицу. Сегментированная анимация Кстати, о движениях. Вот интересный пример. Посмотрите на этот рисунок. На что он, по-вашему, похож? На тест Роршаха? Нет, тут же всё очевидно. Нет? Непонятно? Но, может быть, сейчас всё прояснится. Вот ещё один. Что он напоминает? Возможно, красивый цветок. Посмотрим. Такая сегментированная иллюзия работает примерно так же, как зоотропы. Это такие диски или цилиндры, которые при вращении показывают анимацию. Изображения в зоотропе действуют как кадры короткой анимации. И когда их быстро вращают, глаза перестают различать отдельные кадры и объединяют их в плавное движение. Также и все кадры в этих сегментированных анимациях видны одновременно, поэтому они так выглядят. Когда поверх изображения проводят листом с прорезями, он закрывает определённые кадры, оставляя другие видимыми. Получается иллюзия движения, и анимация работает и вперёд, и назад. Сегментация поля зрения может повлиять и на наше восприятие скорости и движения. Посмотрите на эту анимацию и скажите, движутся ли блоки с одинаковой скоростью или нет. Мне кажется, что синий чуть быстрее, а жёлтый блок немного отстаёт. Давайте посмотрим, так ли это. Оказывается, они движутся с одинаковой скоростью. Это связано с тем, что тёмный блок больше сливается с чёрными линиями, а жёлтый выделяется. И его движение более сегментированное. Так, что-то меня уже тошнит. Может, сделаем перерыв и выпьем кофе? Иллюзия кафе Мы увидели странное движение, анимации и трюки с камерой. Но следующая иллюзия более простая. Настолько, насколько это вообще возможно. Посмотрите на это изображение и попытайтесь понять, прямые ли эти линии. Кажется, что ответ должен быть лёгкий, правда? Хорошо, а если убрать все эти фигуры и цвета и оставить только основу? Вот, так уже лучше. Эти линии прямые? Нет, этого не может быть. Эти два изображения – отличные примеры явления, которое называется иллюзия стены кафе. И на обоих линии совершенно прямые. Что? Не верите мне? Давайте увеличим. Что? Линии вообще не наклоняются. В чём дело? Самое удивительное здесь то, что никто точно не знает. Иллюзию впервые открыл Хьюго Мюнтенсберг в 1894 году. И с тех пор основная версия связана с интерпретацией контраста. Разные нейроны в мозгу реагируют на тёмные и светлые цвета. И тёмные линии между белыми и чёрными квадратами одновременно интерпретируются по-разному, что порождает иллюзию наклона. В этой версии иллюзии тот же эффект, вероятно, достигается за счёт маленьких клетчатых квадратов вдоль горизонтальной линии. Но это только одна из теорий. Впрочем, она объясняет, почему всё не ограничивается горизонтальными линиями. Вот ещё вариант. Не упадите. Хотя кажется, что это глубокая спиралевидная воронка, присмотритесь. Да, круги никак не связаны. Это несколько кругов, а не спираль. Удивительно, да? И ещё одно изображение. Здесь линии не наклонные, а выпуклые. Как будто их кто-то зажимает и тянет. Но если приглядеться, можно увидеть, что на самом деле каждая линия идеально прямая. В каком кафе могли использовать такой странный дизайн? Иллюзия кофера. Посмотрите на рисунок. Какие формы вы видите? Квадраты? А может линии? Вряд ли вы увидели круги. Но на рисунке изображены именно они. Видите их? Я сейчас на них укажу. Вот. Не помогло? Тогда приблизим. Это называется иллюзия кофера. И её создало общество нейронных корреляторов в 2006 году для конкурса «Лучшая иллюзия года». Жаль, что я не знал о нём до начала работы над этим видео. Хотя вы наверняка разглядели прямоугольные формы. Если присмотреться, то можно увидеть, что вертикальные полосы образуют круги. Согласно одной теории, когда визуальная информация нечёткая, мозг с большей вероятностью ищет углы, поскольку они являются опорными точками, с помощью которых легче осмыслить информацию. Кто знал, что углы так сбивают с толку? Вот почему я их всегда срезаю. Это самые удивительные иллюзии, которые я смог найти. Какая из них поразила вас больше всего? И знаете ли вы другие интересные иллюзии? Напишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.